Друзья мои, давайте-ка покажу вам свою кофточку новую. Вы посмотрите, какие у меня тут цветочки. Ой, я, слушайте, да, еще бабка-цветочница. Мне так нравятся везде цветы. Вы видите это? Я бы еще могла вам показать наверх потом как-нибудь. У меня все в цветах. Слушайте, мне еще только 30 лет, блин, я уже вся покрылась цветами, блин, везде. И на балконе у меня цветы. Хм, блин, в квартире везде. По горшку, по 10 горшков цветов, по какому горшку, господи. Что ж мелочится, да, в общем, и одеждочку тоже выбираю с цветочками. Ну, это вообще, конечно, старость и радость. Раньше не помню, чтобы я любила какие-то цветы вообще. Всем огромный привет, друзья, всем здравствуйте. Меня зовут Таня, я рада приветствовать вас, дорогие мои, на своем канале. У нас сегодня будут слепые затесты, я безумно этому рада. Я не снимала слепые затесты очень долго. И меня же, я не знаю, меня же все просто трясет. Вот настолько я рада. Я очень надеялась и откладывала эти слепые затесты, что я смогу снять их с каким-нибудь блогером парфюмерным, будучи здесь во Франции, в Париже. Может быть, кто-то будет проезжать мимо, либо прилетать в Париж, и мы как-нибудь скооперируемся и снимем вместе. Но я уже жду, который месяц, я не могу. Вы знаете, мне все везде аж чешется, насколько я хочу скорее снять слепые затесты от Жени. Женечка, спасибо тебе огромное за них. Женя, для меня это просто, я не знаю, гермиона парфюмерного Ютуба. Вы представляете? Это человек, который вообще знает, мне кажется, про парфюмерию все. Она знает про все. Про какие-то новинки, про какие-то старинки, про какие-то необычные марки, взятые из космоса, из какого-то. Она бывает, я когда смотрю видео, она бывает из своего рукава, как вытащит какую-то неизвестность, просто какой-то аромат, который я впервые в жизни вообще слышу. И ты такой сидишь и залипаешь. Я узнала от Жени действительно очень много ароматов, которых я вообще раньше даже не слышала о таких названиях. Короче, уже не очень интересная коллекция. Обязательно переходите, подписывайтесь. И насколько я знаю, по-моему, у нее есть распив. Да, поэтому все ссылки, пароли, явки я оставлю под видео. Переходите, подписывайтесь, она очень классная. А мы с вами начинаем. Итак, у нас сегодня будет 10 ароматов. Первый ароматик в карьер сразу, да, в карьер с вами переходим. Первый аромат ванильный, сладкий, и с такой, знаете, типичной бело-цветочной горчинкой. Тиракота, господи, тубероза, либо жасмин. В общем, такая типичная бело-цветочная горчинка. Это очень яркий, это очень диффузный, это очень, ну, такой кричащий аромат. Мне кажется, если с ним переборщить, можно, знаете, голову с плеч, блин, голову с плеч, как королева червей. Нельзя переборщить этим ароматом. Он очень яркий, диффузный. И мне кажется, вот он из разряда ароматов квинта-канта, кванта, господи, как правильно эта фирма называется, простите, вот мирабели. Если вы однажды пробовали мирабели от квинту-канту, вы поймете, о чем я. То есть это ванильный такой, пряниковый, ликерно-мятный аромат. То есть там всего понамешано, и все это очень ярко и диффузно. Но потом в раскрытии все становится более мягким, каким-то молочным. То ли это сандал, то ли это какой-то гелиотропчик пудровый, который все это смягчает. Красивый аромат для не тихонь. Вот если вы не тихоня, если вы любите сбивать всех на своем пути, вам должно понравиться. Но это надо любить ванильность, ликерность. Так, я вооружилась ножницами. Давайте потихонечку открывать, потому что тут история прям долгая, наверное. Будет две части. Слушайте, блокбастер. Блокбастер просто. Аромат номер один. Как все, слушайте, на кривой козе не подъедешь. Все запечатано, опечатано. Игорь Гермиона. Гермиона парфюмерного ютуба. Давайте смотреть. Кес Кёсе. Это у нас Беван Хаус Ная Сия. Боже, я не знаю, что это. Вот я вам говорила, да. Началось. Марки, взятые из космоса. Это у нас про лимон, личий персик, цветок апельсина, белоцветочность с горчинкой, жасмин, роза, мускус, белый сандал. Ну вот сандалистость, да, молочность. Сначала это такая вот какая-то сладость. Потом это горчинка белоцветочности. И все это какой-то бивин. Вот это да. Вот это да. Пишите, знаете вы такую марку или нет. Для меня открытие. Так, второй аромат. Давайте. Не будем затягивать. Обычно слепые за тесты по два часа получаются. Ой, это что-то хвойное лекарственное. Это такая свежесть. Это леса, хвой, пихты. И потом кока-кольность. Представляете, это такая вот родненькая кока-колочка с ванилью, с корицей, может быть. Где-то. И приближение праздника сразу ощущается. Ну потому что, да, какая-то хвойность. Такая лекарственная хвойность. Кока-кола. Вот эта вот ванильность. Специевость. Ой, это очень красиво. Это очень вкусно пахнет кока-колой. И такими специями. Восточным базаром немножко. Таким теплым. Вот это очень похоже на амбрное ржеле от Hermes Sands. Это не оно, но очень похоже вот своим вот этим вот специевым базаром. Не могу ничего добавить, не прибавить. Ни в шаг вправо, ни в шаг влево. Ни мужское, ни женское. Это унисекс. Это стопудово какая-то красивая ниша. Мне кажется, это дорого. Давайте смотреть. Очень красиво. Я с удовольствием выносила аромат кока-колы. Я люблю вот это все. Это гурманские истории. Это все мое. Почти утиные. Это у нас Mass Complicity and New Notes. Представляете? Я тестировала этот аромат. Не узнала. Лимон, имбирь, ром. Ром с колой. Наверное, это мне пахнет. Да, ром с колой. Действительно, бергамот. Вот корочка бергамота, потому что кока-кола вечно пьется с лимончиком. Это красные фрукты. Шоколадный цветок. Кис-кесе. Лабданум кардамон. Жасми, боже, какая большая пирамида. Тут даже есть цибетин. Струя бобра. Животные ноты. Струя бобра 2. Корица. Кока-кола с корицей. Красота. Невероятно. Вроде бы аромат про мускус. Но тут еще и ягоды, и фрукты, и цветы, и специи, и алкогольность, и еще сахар, и животные, и древесины. Боже, это букет. Это букет, который пахнет кока-колой. Ром с колой. Обожаю. Хочу. Боже, я теперь это хочу. Аромат номер 2. Он такой насыщенно желтенький. Видите? Прям такой насыщен. Даже на масло какой-то похож. Так, это аромат про кофе. Ваниль, кофе, бобы танка. О, опять гурманика моя любимая. Как я все это люблю, Женя. Спасибо. Блаженство. Это блаженство. Это аромат для любителей ванильных, кофейных ароматов. Я прям, знаете, чувствую. Я прям это предвижу, как офисные работники могут этим ароматом пользоваться по утрам. И бодриться. И согреваться. Им этот аромат будет дарить уют, умиротворение, спокойствие. Прям такой вот, знаете, растекается прям, наверное, по телу. Но в раскрытии я носила этот аромат. Он мне понравился. Я его носила. И в раскрытии начинаются метаморфозы. Вот вопросики возникают. Знаете, какие? Появляется какая-то мускусность молекулярная, неприятная. То ли это кашмиран себя так ведет. То ли какая-то древесность тут не очень приятная. Как будто, знаете, дерево такое старое. Ну, немножко потухло. Вот вопросики реального раскрытия. Невероятно крутой старт. И потом вот какой-то мускус, амбра-дерево, ут. Что это дает? Вот эта вот прокорклость неприятная, не знаю. Но старт классный. Если вы любите кофе, может, вам будет норм с этим раскрытием. Попробуйте. Давайте смотреть. Это у нас агонист. Аромат ваниль, амбра, карамель, сладкий. Так, давайте по нотам. Значит, это у нас цитрусы, фрукты, черный перец, анис, гелиотроп, мускатный орех, имбирь, лоренокс. Вот лоренокс, это вот эти вот молекулы бесячие, да, меня? Вот это вот они. Это карамель, ваниль, бензоин, амбра. Кофе нету, нет шоколада. Но есть вот такое, видите, карамельное настроение. Бальзамическо-карамельное. И вот это вот лоренокс. Ну ничего, прикольный такой. А кто такой агонист? Надо погуглить. Это случайно не наши, не наши ребята, нет? Напишите, кто знает, кто носит агониста. Аромат номер четыре. Давайте сюда его побольше, да спокойно, погуще. Ой, ну это что-то алкогольное, алкогольный опять ликерный, ромовый бренди, я не знаю. Я, к счастью, небольшой знаток алкогольных ароматов, вот этих пирамид, которые часто заявляются в Angel Shea, там Apple бренди и так далее. Но не сказать не могу, это 18+, алкашечка. Алкашечка 18+, у нас в чат вошла. Не могу об этом не сказать, что пахнет вот стаканом крепкого ароматного алкоголя с какими-то специями, ореховыми, может быть, даже где-то оттенками, фруктовыми. Красивый, дорого звучащий алкогольный аромат. Вот в стиле Killian, вот этой вот их алкогольной линейки. И какая-то настойка здесь как будто бы есть. Знаете, вот дедушка настаивал всякие разные у меня дома настойки. Вот это действительно настойка на травах, бальзамность, смолистость, амбровость здесь. Благородная ароматная настойка. Знаете, ощущение, как будто ты сидишь в каком-то деревянном кабинете в своем вельветовом костюме, да, и возле каминчика попиваешь свой стаканчик крепкого ароматного алкоголя. Что-то такое. Ну 18+, дорогие мои, ну что. Так, это у нас Bon Parfumeur. Это аромат про, вообще не про алкоголь, про сливу, ладан, бальзамы, эллими, кипарис, берегамот, кедр, корица, специи, да, сандал, древесина, ваниль, пачули. Ну и в основном про сливу, конечно же. Ой, как это похоже на Киллиан, и вот его, да, действительно, алкогольную линейку. Вполне себе бюджетная замена, кстати, Киллиан, потому что, насколько я знаю, Bon Parfumeur, это недорогая парфюмерия. Аромат номер 5, коричневый. Он у нас просто коричневый, смотрите какой. Ой, а неожиданно, я думала, будут опять бальзамы с молой. Нет, это что-то кисленькое такое, свеженькое, фруктовое. Может быть инжир, может быть, знаете, мякоть ягод, мякоть фруктов и ягод, может быть, что-то такое. Ой, красивый, он такой нежный, на мягких лапках тебе крадется, вообще без каких-то криков и настойчивости, вообще нет. Фруктовость, ирисовость, может быть, корень ириса, либо сам ирис, либо почульки, но вот что-то такое шершавое, землистое, я тут ощущаю очень красиво, я люблю такие ароматы. Очень женственно, мягко, вот прям котеночек идет на мягких лапочках. Мне кажется, знаете, представьте в своем окружении самую женственную особу, самую женственную даму, и вот этот аромат для нее очень красиво, женственно. Ванилечка тут тоже есть немножко, ирисовая такая, ванилька и фруктовость, боже мой. Давайте по цене, как дорого, дешево? Мне кажется, это недешево, это либо ниша, либо что-то необычный люкс. Так, это Декаданс Марк Джейкобс, опять слива, ирис, корень ириса, моя ты хорошая, Танюша, не все потеряно, да, мои дорогие, не все потеряно с вашей Таней. Так, значит, землистый, ирисовый, фруктовый, моя тема, да, обожаю такие ароматы. Что у нас еще тут есть? Роза, не чувствую, ветивер, папирус, ликвима, просто дамблдор какой-то. Вот это да, насколько я знаю, это снятость, святость, и вообще аромат не достать. Марк Джейкобс, вот это да, зачем ты снял такую красоту? Мне теперь надо. Ну вот как теперь? Мне теперь надо ароматик номер шесть, у него такой странный цвет, какой-то коричнево-зеленый, теравора-малиновый просто. Аромат номер шесть. Ой, это зеленая трава, зеленая, зеленая трава. Ой, да, это зеленая трава, это стебли, это свежесть, такая прямо утро, и ты бежишь своими пяточками по этой сочной, такой упругой зеленой травке. Ой, какой-то как будто бы перчик здесь, и имбирь, и вот свежесть, свежесть зеленой травы. Но в то же время есть какой-то, знаете, чуть ли не ванильно-банановый какой-то аспект, который тебя приземляет к реальности. Не все же, да, а дуванчиком зеленым по небу летать. Кстати, вы знаете, как будет а дуванчик на французском? Я недавно узнала, я вообще в шоке была. Просто пописи и в кроватку. Вы представляете, а дуванчик, писан ли, пописи и в кроватку. Просто что? Это считается мочегодным средством, и поэтому, блин, такое название, пописи и в кроватку. А дуванчик по-французски. То есть, что вам надо знать на сегодняшний день. Обычно я не ношу такие сочные зеленые ароматы, я люблю такие ароматы для дома, чтобы в доме была такая свежесть. Но на себе не знаю, интересно, что же это такое. Это у нас батюшки. Это кожа от Мюглер. Офигеть! Это Мюглер, батюковая линейка Кюир Ампертинан. Что такое Ампертинан? В общем, анис, табак, амбра, кожа, вообще ни одного хрустящего стебля, вы понимаете? Вообще сладкий, пудровый, цветочный, дымный. Почему-то мне пахло реально ванилью и бананом. Стеблями, ванилью и бананом. Вот это да, вот это открытие. Обожаю слепые за тесты, за вот такие вот просто американские горки. Никогда в жизни бы я не подошла бы к этому аромату, потому что кожа, потому что мюглер, потому что, блин, дымный аромат с табаком, а пахнет бананом. Аромат номер семь. Прозрачный. Давайте сюда. О, что-то чистое, что-то свежее. Прям, знаете, чистим-чистим, труба чиста. И после этого он будет супер-мега ароматным и чистеньким, и пахнуть вот так. Это очень свежий аромат в стиле Bayred Blanche. Порошки, кусочки мыла, бальзамы-ополаскиватели, лосьончики для белья. Да, пахнет прям кусочком мыла. Я не могу сказать, что я чувствую прям такую яркую розу, но классичность в этом аромате 100% есть. Вот такое классическое, элегантное звучание. Ну, так пахнут простыни в отелях. Полотенца хрустящие такие, чистые, пушистые полотенца, халат, тра-та-та, ну вы поняли, да? И классичность вот такая, мне кажется, это роза здесь звучит так. Порошковая роза. Ой, как интересно. Ароматы мыла я люблю. Производные все от аромата Bayred Blanche. Мне нравится. Forest Ritual Tesori d'Oriente. Это что-то, по-моему, бюджетное, насколько я знаю. Это у нас про имбирь, водяную лилию розу, хиноке. Что такое хиноке? Мох и амбра. Мшистый цитрусовый фужерный аромат. Свежий, акватический, свежий, пряный и древесный даже. Вот это да. Ну, в общем, друзья мои, кому надо для дома аромат свежих хрустящих полотенец, простыней, халатиков, вам сюда. Восьмой аромат самый странный из всей подборки. Куда его нанести? Давайте сюда. Я когда его тестировала, я реально, я ржала просто. Я вообще не поняла, что происходит. И вот опять, опять это просто колбаска. Вы понимаете, это просто салямичка. Кусочек салями. Это настолько копченый, съедобный аромат, что мне действительно хочется вот прям сейчас все кинуть и пойти колбасочки поесть. Которую муж вчера купил, любезно. Так, ну что мы имеем тут? Это действительно очень копченый аромат, спецовый имбирь, перец. Что еще? Какие-то, вы знаете, травы, которые перемолоты в пыль, вот которыми посыпают какую-нибудь колбасочку. Понимаете, вот это настолько горячий. Дымный аромат. Все вот как будто пепелится, горит, дымит. Ой, ну, я не чувствую тут никаких цветов. Я не могу подобраться к нему. Только что, когда я тестировала его до этого, что сейчас? Аромат, мне кажется, какой-то горящей еды, блин, горячей колбасы. Это у нас инкогнито ружба не ружь. Аромат для мужчин и для женщин. Перец, ямайский перец, слива, куринириса. Так, что у нас тут еще? Замша, почули, гелиотропы, мускус. Это капец просто. Это пряный, мягкий пряный аромат. Сладкий, почуливый. И опять свежий, пряный. Ну, вы понимаете, да? Вот это колбаска. Вот это необычная ниша. Это вообще не для всех. Я даже не знаю, куда такое носить. Женя, куда ты носишь колбаску? Напиши мне. Я не могу, я просто хочу есть от него. Впервые в жизни у меня такие эмоции к аромату. Давайте потихонечку уже подходим к нашему завершению. С завершению. Аромат номер девять. О, это опять какая-то ромовая бабка. Опять гурманские истории. Ромовая бабка, такая, знаете, ванильная, пропитанная чем-то. Даже каким-то легким алкоголем, типа Беллиса. Кофейность, пудровость, вот этот Беллис, миндальность, молочность. И десертность, конечно же. И очень активно я тут чувствую кофе. Старт классный, он такой, знаете, яркий, настойчивый. Но, как мне показалось, аромат звучит не как веер, знаете, не как вот прям распределяется так, а очень прямолинейно. Мне кажется, это что-то не сильно дорогое, вот из-за своего такого прямолинейного звучания. Это красивая гурманика кофейная, это для любителей кофе, конечно же. Но это не супер-мега-дорого, как мне кажется, потому что... Это что-то, мне кажется, в стиле Монталя, либо Монцера, либо Акро. Что еще? Миколев, может быть, это что-то... Вот гурманские истории вот этих брендов. Почему? Потому что, да, это ниша, но она не стоит всех денег мира, вы вполне можете себе ее позволить. Больше ничего не могу сказать. Не витиеватый вот он, не витиеватый. Десерт Роуз. Урбан Сент. Что это? Вот Женя опять взяла из космоса аромат. Это теплый, пряный, свежий аромат. Имбирь, специи, кардамон. Амил, соли, цилат. Боже мой, что это? И мускус. Ой, я не знаю, где кофе. Я была уверена, что здесь есть кофе, но, видимо, имбирь со специями дает, с кардамончиком, да? Это дает вот этот ванильно-кофейный аромат. Ой, а где здесь мускус? Я не чувствую. Я буду его разнашивать. Он интересный. Сколько это стоит, друзья мои? Вы знаете, этот аромат в эту ночь? Где это взять? Где это взять вообще? Боже мой, Женя! Ты как реально достанешь что-то из рукава потом. Вот что с этим делать? Последний аромат у нас вот в таком вот формате. От Ливантик бывший. И в нем такая насыщенная яркая жидкость. Аж прям, слушайте, прям какие-то масло даже настолько. Вот оно густое и яркое. Я помню этот аромат. Я не буду наносить его на себя, потому что он меня очень сильно напугал. Вот с Атома это что-то невероятно прекрасное. Пахнет какими-то дымными ирисками. Я уже было подумала, когда первая раз тестировала, что это не шалемар, не это мой любимый. Вообще аромат всего моего 2024 года это будет шалемар, милизим ирис. Вообще шалемар в целом, да, это вся линейка. Но в основном это шалемар, милизим ирис. Аромат про древесную такую несладкую ваниль. Про нежный такой ирис пудровый. Настолько вот он мягкий. Как я уже часто говорила, для меня ирисы это просто лебединое крыло в аромате. Настолько вот он дает мягкость, нежность, пудровость. И ириски кис-кис в раскрытии. Вот эти вот ириски из нашего с вами детства. И самая основная красная нить, которая идет от начала до конца, это такая замша, пропитанная в ванильном сиропе. Боже, я о нем вам расскажу попозже, в ароматах на зиму. Обожаю просто аромат моего года. Я уж была грешным делом, подумала, не он ли это. Но когда я нанесла его на руку, я шалела, насколько он молниеносно раскрылся от своей вот этой красоты невероятной, дымных ирисок. Да, вы где-то такое встречали? Вообще я нет. Превратился в амбра дерева, в какой-то кирки, бензиновый мускус кирки. Амбра дерева. Это было настолько тяжело. Я руку вот так вот отвела от себя, потому что это было здесь... Может, мне показалось, кто-то идет, кто-то лезет в наш дом. Мне показалось, это просто... Нельзя, нельзя менять аромат настолько кардинально от начала до конца. Это не для слабонервных, это для тех, кто... Я даже не знаю, блин, для кого, Женя, что это, это твое альтер-эго, ты куда это носишь? Это настолько тяжело, железобетонная плита, как будто на тебя упала из амбра дерева и бензина, бензинового мускуса кирки. Я не буду угадывать даже, какие здесь ноты, хотя какой-то фруктовый аккорд я тут тоже слышу. Не слива ли? Что очень много слив, кстати, в этой подборочке. Мне реально интересно, что это за зверь. И это у нас Adonis Awakens Argos. Очередной космосожитель. Это цитрусы, фрукты. Чего у нас тут по нотам, да? Цитрусы, перец, малина. Да вы что? Болгарская роза. Каштан. Это пахло дымными ирисками. Это все каштан был. Жасмин, роза, кашмировое дерево, маисурское сандаловое дерево. Чтоб вы понимали, наверное, это оно. Потому что я впервые в жизни вижу такую ноту. Маисурское сандаловое дерево. Девочки, мальчики, это капец. Это трэш. Если вы хотите убить всех на повал в прямом смысле этого слова, вам сюда, вам сюда. Женя, это невероятно. Это просто что-то было, ну, космическое, как еще назвать. Я не знаю, опять открытие, опять ты вытащила из своих рукавов какие-то козыря, какие-то необычные козыря, которые вот мне теперь как с этим жить. Я теперь несколько ароматов хочу, я теперь несколько ароматов буду разнашивать. Вдруг я их полюблю, я что буду делать? И вот теперь здесь. Ну, в общем, Женя, как всегда, заинтриговала, и я залипла. Как и риска на зубе. Друзья мои, всем огромное спасибо за ваше внимание. Боже, после этого надо попить. Спасибо, что были со мной, спасибо, что досмотрели до конца. Напишите, пожалуйста, если вы знакомы с этими ароматами, согласны вы со мной или нет, что вы думаете по поводу этих ароматов, потому что для меня очень много новинок. Для вас это тоже новинки, или вы это знаете уже давным-давно, а я, блин, как это, в пещере сижу. В общем, друзья мои, всем огромное спасибо за ваше внимание. Поддержите меня, пожалуйста, поставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, кто еще не подписался. Впереди вас ждет много интересного французского контента. Как я люблю говорить, я надеюсь. В общем, друзья мои, не забываем про мой телеграмм. Подписывайтесь, я там каждый день пощу про свою парфюмерную жестяночку во Франции. Такие некие парфюмерные записулечки там оставляю. Дневничок у меня там свой французский, лайфстайл, парфюмерный дневничок. Всем огромное спасибо за внимание, Женечка. Еще раз спасибо тебе за эту подборку, за эти ароматы. Я на этом с вами прощаю, до скорых встреч, и пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин